Для нас же важно что? То, что этот месяц с его благодатными ночами, с его вот этими достойнейшими днями, он приближается к концу, то есть он завершается. И на самом деле это не может огорчать истинно искренне верующего человека, то, что этот месяц Рамадан завершается, то, что он заканчивается. Поэтому, как говорил Ибн Раджак, как же у верующего человека не могут не идти слезы от того, что он понимает, что он расстается с месяцем Рамадан и не знает, наступит ли для него еще в этой жизни Рамадан или нет. Таковы были его слова. И после того, как многие из верующих, многие из числа мусульман провели этот месяц в усердии, провели этот месяц в старании, провели этот месяц в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Хваталя, в терпении, в намазах, в уразе, в многочисленных мольбах, обращенных ко Всевышнему Аллаху Субхану Хваталя, то есть в дуа нужно уделить внимание, в частности, в конце этого месяца на вопрос, который играет особо важную роль, на то, что еще более важно, а это вопрос, приняты ли у Всевышнего Аллаха вот эти дела, приняты ли Всевышним Аллахом вот эти старания и усердия, не отвергает ли Всевышний Аллах наши посты, наши намазы, наши мольбы, вот этот вопрос более важен, чем сам вопрос совершения дел. Ведь не важно, сколько деяний совершил человек, если они не будут приняты у Всевышнего Аллаха Субхану Хваталя грошем цена. Именно этого боялись наши праведные предшественники Ас-Салифа-Салих. Именно об этом они беспокоились в первую очередь, о принятии дел, а не о том, что сколько дел мы сделали, каким образом и так далее. Опять же, как рассказывает Ибн Роджак, описывая праведных предшественников, тех, в ком был для нас пример, он говорит, они были таковыми, что совершали благие деяния и выполняли эти дела наилучшим образом, в отличие от нас. И даже, как передается от праведных подвижников, говорится, если бы кто-нибудь из числа праведных предшественников, из Салифов, знал бы то, что завтра к нему явится Маля Коль Маут, ангел смерти, чтобы забрать его душу, это нисколько бы не прибавило его деяний. Он бы не увеличил свои деяния. Если бы нам сказали, допустим, что завтра настал твой аджель, твой срок, завтра ты уйдешь из этой жизни, что бы мы делали? Сразу бы у разу в тот же момент начали держать, много намазов читать, много дуа просить у Всевышнего Аллаха шлавит. Почему? Потому что мы халатны. И когда нас, извините меня за выражение, припрет, вот здесь мы уже начинаем усердствовать, стараться и трудиться. Однако положение Салифов, положение наших праведных предшественников было другим. Передается от них, что если бы они знали, что завтра к ним явится ангел смерти, ничего бы в их деяниях не прибавилось. Почему? Потому что они и так уже максимум выкладывались. Для них каждый день был как последний день. Они проявляли максимальное усердие и старание ежедневно. Поэтому они бы просто физически не смогли ничего прибавить. Потому что сколько могли, столько они посвящали себя поклонению Всевышнему Аллаху. Таково было их положение. И вместе с этим, вместе с этим они не обольщались своими делами. Они никогда не проявляли Уджиб. И они страшились, что эти деяния не будут приняты. Поэтому Ибн Раджаб говорит, Их состояние было таковым, что они боялись, что от них не примется. И это не то состояние, не то положение, не то описание, которым отличились некоторые из наших праведных предшественников. Нет. Это то, что преобладало среди них. Большинство из них были такими. Поэтому, как передаются слова Али, рода Аллаху Анху, о том, что он сказал, обращаясь к каждому из нас. Уделяйте больше внимания тому, приняты ли ваши дела, нежели самим делам. Будьте более внимательны к тому, примет ли Аллах ваши дела, нежели к совершению самих этих дел. Говорит, Разве вы не слышали, как Всевышний Аллах говорит, Воистину Аллах принимает только от богобоязненных. Воистину Аллах принимает деяния только богобоязненных людей. Поэтому некоторые люди, после поклонения Всевышнему Аллаху, после того, как они совершали зикры, поминали Всевышнего Аллаха, читали намазы, держали уразу, читали Кур'ан весь месяц Рамадан, кто-то, допустим, приобретает знания, чем-то отличился от других, они что, закидывают ногу на ногу, поднимают свой нос и считают, что все, у него принято. Считают, что эти дела раскрыли для него врата небес, что они уже записаны в свитках хороших дел, они уже у него отложены на весах судный день с весами хороших дел. Так ли это? Нет. Это не так, братья. Ни в коем случае нельзя обольщаться и думать таким образом, что все, я уже сделал, у меня уже все принято, все. Халас. Человек должен быть внимательным. Пусть все внимание верующего человека будет обращено на то, принято ли его деяние или нет. Даже больше, чем на то, сколько он делает деяний. А чтобы деяний были приняты, многие из вас знают, неоднократно об этом говорили, они должны соответствовать двум условиям. Они должны быть искренни, они должны быть по сунне. Если они будут искренними и соответствие с сунне, только тогда Аллах примет. Только тогда они будут приняты Всевышним Аллахом, Субханаху Атали. И любое дело, допустим, вот уже скоро нужно будет выплачивать закат уль-фитр. В благодарность Всевышним Аллаху, что он облегчил нам это поклонение. И сунны нам узаконено выплачивать закат уль-фитр. Проверь себя. Примет ли Всевышний Аллах от тебя? Искренен ли ты в этом? Ради Аллаха ли ты это делаешь? Или хочешь похвалы людей? Чего-то еще? Второй вопрос. Если ты действительно, как наши праведные предшественники, желаешь, чтобы Аллах принял, поднял тебе это дело, записал их на свитке, твоих хороших дел, посмотри, а по сунне ли ты это делаешь? Так ли, как велел пророк, саляллаху алейхи вассалям? Или же ты избрал какой-то новый путь, который не передается ни от кого, от сподвижников? Или же ты выбрал новое время для того, чтобы выплатить этот закат? Да, чего не делали никто из праведных предшественников. Будьте внимательны. Если вы хотите, чтобы дела были приняты, нужно обращать внимание на искренность и наследование сунни. И именно это очень важный вопрос. Принятие дел Аллаха. Человек должен воспитывать себя на страхе. На том страхе, что а вдруг Аллах от меня не примет? А вдруг мои деяния улетучатся? Не будет их? Как Всевышний Аллах говорит. Коль хал нунаббилкум бель ахсарина амаля. В конце суры кахв. Рассказать ли тебе о тех, кто потерпит самый больший убыток? Аль-лядзина далля са'юхум фил хаяти дуния. Старания которых, они старались, старания которых исчезнут, останутся в этой дунии. Уахум яхсабуна аннахум юхсинуна сун'а. А они же считали, то что они делают хорошие дела. То есть люди старались, что-то делали, думали, что хорошо делают, но их дела не будут приняты Аллахом. Почему? Либо не было искренности, либо не было следования Мухаммаду саляллаху алейхи вассалям. Кто-то скажет, я хочу, допустим, опять же, чтобы далеко не ходить на том же примере. Я искренен, я только ради Аллаха, никому не говорю, выплачу закат уль-фитр и дам пять тысяч рублей. Да, нам сказали, можно шестьсот рублей, сто рублей, я дам пять, дам десять тысяч рублей. Мы скажем, это соответствует ли сунне Мухаммаду саляллаху алейхи вассалям? Чем повелел выплачивать закат уль-фитр наш пророк Мухаммад саляллаху алейхи вассалям? И чем, последовав его примеру, выплачивали закат уль-фитр его сподвижники едой или деньгами? Он говорит, ну я ожидал в десять, в двадцать раз больше денег. Правильно это будет или нет? Мы ответим словами сподвижника, чтобы не говорить от себя. Как сказал Абдулла ибнумасхуд аль-иктисаду фи-сунна хайрун мина лечтихади фи-бид-а Умеренность, минимализм в сунне лучше, чем проявление стараний в бидатах. Лучше сделать мало, но по сунне отдай два с половиной кило гречки. Все, от тебя не убудет, но это будет по сунне, и это больше шансов, что у тебя примется перед Всевышним Аллахом, если ты был искренен, нежели дать пять тысяч, десять, пятнадцать тысяч рублей, что превышает намного-намного, но это не будет в соответствии с сунне. Если человек хочет, чтобы его дела были приняты у Аллаха, нужно уделять внимание этим двум аспектам. Искренность и соответствие с сунне. Искренность и соответствие с сунне пророка Мухаммада салли Аллаху алейху ассалям. Никогда верующего человека не должно покидать чувство страха, что вдруг все мои старания понапрасну, вдруг все мои дела улетучатся, не будут приняты Всевышним Аллахом таково было положение праведных предшественников. Таким было их постоянное состояние, которое они испытывали перед Всевышним Аллахом субханаху ата'аля. Поэтому, как передается, посмотрите от Аиши. Однажды Аиша, рода Аллаху анаха, обратилась к пророка салли Аллаху алейху ассалям, спросив относительно аяты и суры Му'минун, где Всевышний Аллах субханаху ата'аля говорит они те, которые расходуют то, что расходуют, они те, что совершают то, что совершают, и сердца их страшатся, то, что они будут возвращены к своему Господу. Описывая категорию людей, Аллах субханаху ата'аля говорит, это люди, которые делают то, что делают, и сердца их страшатся. И Аиша, рода Аллаху анаха, спрашивает у пророка Мухаммада салли Аллаху алейху ассалям. Она говорит, наверное, это те, кто употребляет спиртное, те, кто ворует, совершает грехи, и боятся, что будут наказаны за эти грехи. На что посланник Аллаху ассаляму говорит, нет, о дочь Сиддыка, о дочь Абу Бакра, не так. Это те, кто читает намаз, это те, кто держит у разу, это те, кто выплачивает садака, и боятся, что у них не примется. Это не про грешных Поэтому Аллах субханаху ассалям дальше продолжает, говорит, уляйка иусаря унафиль хайрат. Это те, которые опережают друг друга, спешат в совершении благих дел. Они описаны вот этим страхом. Это их состояние, состояние праведных людей. Страх перед тем, что не будет принято. В словах Всевышнего Аллаха уляйка иусаря унафиль хайрат это те, кто стремится к благому, указание на то, на почет вот этих людей, на достоинство, высокое положение тех людей, которые описали себя этим качеством. Каким именно качеством? Страхом перед Всевышним Аллахом за то, что их деяния не будут приняты, что их деяния будут отвергнуты, что все, что они совершали, если оно не было искренне, если оно не соответствовало сунне, будет обратно вышвырнуто к ним. Будет обратно кинуто им в лицо просто-напросто и все. И человек, который осознает это, понимает, что Всевышний Аллах субханаху ассалям в его руках принятие дел. Он решает, у кого принять, у кого не принять, и он знает то, что в сердцах вот это чувство, вот это качество не дает ему обольститься собой, не дает ему совершать грехи. Потому что человек, который обольщается с собой, начинает у него неправильные мысли возникать. Он уже говорит, «Аллах субханаху аталя знает, сколько я расходую на его пути». Начинает говорить это людям. «Аллах субханаху аталя знает, сколько я читал ночью Коран. Аллах знает, сколько ракаат я прочитал. Мечети будут свидетельствовать то, что я посещал их и то, что я все это время проводил в мечетях в месяц Рамадан. И начинает обольщаться своими делами. Человек же, который не знает, принято у него или не принято, никогда не будет разбрасываться с такими лозунгами. Да, он будет в постоянном страхе перед Всевышним. А вдруг не принято? А вдруг Аллах хабулит мады? А вдруг они обратно будут мне возвращены все эти деяния, которые я старался и делал? Также, если человек опишет себя этим качеством, то человек поймет, что рай в руках Всевышнего Аллаха субханаху аталя. И он дарует его тому, кому пожелает. Что никто в рай по своим деяниям не зайдет, как это сказал Мухаммад салли Аллаху алейкум асалям, сказав, никто в рай за свои дела не зайдет. Наши дела, которые мы совершаем, ничтожные, с кучей упущений и недостатков, никогда не сравнятся с этим подарком, который уготовил Всевышний Аллах, это рай. Не сможем мы выкупить рай за наши деяния со всеми недостатками и упущениями, которые мы допускаем в них. Поэтому никто в рай по своим деяниям не зайдет. И у Мухаммада салли Аллаху алейкум асалям спросили, даже ты, он Мухаммад, он сказал, даже я, даже я, говорит человек, у которого трескались пятки, когда он выставил ночные молитвы. И когда у него спрашивали, ведь тебе же уже было прощено все, что до этого и все, что после, он говорит, а разве я не должен быть благодарным рабом за это? Человек, который это осознает, он понимает, что это милость Всевышнего Аллаха, оказанное по отношению к нему. Как говорит Всевышний Аллах, Субханаху ата'аля, если бы не милость Аллаха, если бы не щедрость Всевышнего Аллаха и его милость, никто бы из вас никогда не очистился, однако Всевышний Аллах, Субханаху ата'аля, очищает, кого пожелает. И как говорили наши праведные предшественники, также, если бы не Всевышний Аллах, Субханаху ата'аля, никогда бы мы не последовали прямым путем, и никогда бы мы не постились, и даже бы не читали намаз. И как приводится от салихов, они уделяли огромное внимание именно принятию дел. Как это передается от Яхи ибн Абикафира, то, что наши праведные предшественники на протяжении полугода, после того, как закончился месяц Рамадан, просили у Всевышнего Аллаха, Субханаху ата'аля, того, чтобы Аллах принял от них их посты, чтобы Аллах, Субханаху ата'аля, принял их деяния. Рамаданом, остальные полгода перед Рамаданом, они просили, чтобы Аллах, Субханаху ата'аля, продлил их жизнь до следующего Рамадана и дал им возможность еще раз провести его в посте. И как передает Абу Нуайм в своей книге Хилет уль-Авлия, опять же, слова Яхи ибн Абикафира, то, что он взывал ко Всевышнему Аллаху с мольбой, говорил, Аллаху ма саллимни иля Рамадан, ва саллимли Рамадан, ва саллимху минни мутакаббалян, то есть просил Всевышний Аллах и говорил, О Аллах, даруй мне здоровье, чтобы я дожил до Рамадана, примерно такой смысл, ва саллимли Рамадан, и помоги мне поститься в Рамадан, ва саллимху минни мутакаббалян, и прими от меня этот Рамадан, прими от меня мои посты, таким образом взывали ко Всевышнему Аллаху субханаху ата'аля, ва саллимавли аззаваджаль, ания такаббаля минна джами'ан,